В Беларуси неуклонно снижается младенческая смертность. По этому показателю наша страна опережает Германию, Израиль, Италию и Австрию. Это стало возможным благодаря успешной политике в области здравоохранения. Только в нынешнем году из бюджета на эту сферу выделено почти 2 миллиарда рублей. Впрочем, за сухими цифрами стоят живые люди. А тех, кто дарит шанс на главное – жизнь Дмитрия Бояровича. Ой, ты моя зайка. Да. Ну, скажи что-нибудь. Да. На своего первенца Екатерина, кажется, не может насмотреться. Это сегодня у роженицы улыбка. Уже вечером маму с дочкой выписывают. А еще неделю назад у тяжелой пациентки были совсем другие мысли, от которых ее благо быстро избавили врачи. Я очень благодарна центру, потому что специалисты уровня высочайшего. И я рада, что мне помогли здесь, что у меня родился ребенок, и у моего ребенка есть мама, не только папа. Патология во время беременности – тяжелый случай даже для специалистов в развитых странах. В теории, роженица при таком диагнозе может умереть от любой мелочи. У нас же подобные роды поставлены на поток. В авангарде здесь научно-практический центр «Мать и дитя» в Минске. Единственный роддом четвертого, самого высокого уровня в республике. Оборудование у нас эксперт-класса, персонал у нас очень квалифицированный. У нас 4 тысячи родов по центру в год. Это очень большая загруженность. Благодаря работе нашего центра, нашей республике, снижена материнская и младенческая смертность до уровня развитых стран. Трудно представить, но в Беларуси выхаживают младенцев, которые родились с 500-граммовым весом. Не говоря уже о весе большем. Благодаря многоуровневой системе медпомощи матерям и детям, рожать к нам едут из 20 стран мира. Об экспорте медицинских услуг говорил в ежегодном послании народу и парламенту президент. В этом году мы планируем от экспорта медицинских услуг получить аж 40 миллионов долларов. Если бы мне это сказали 5 лет тому назад, я бы сказал, ну, мечтатели. Мы тихо, спокойно к этому пришли. Сегодня из нашей матушки России соседи приезжают в Витеб скрыжать. Я не говорю про Минск. Проезжают, доверяют. В Беларуси должна расти продолжительность жизни. Об этом также говорил Александр Лукашенко. Сегодня в этом показателе у нас не все так радужно. Одна из задач – выйти на среднюю цифру 75 лет. В нашей стране до 2020 года принята программа государственное здоровье народа, демографическая безопасность. Одним из целевых показателей именно этой программы является величие продолжительной жизни до того возраста, который был обозначен главой государства. Я думаю, что эта задача вполне выполнима для нашей страны. Медицине в Беларуси, как, впрочем, и везде, всегда уделяли особое внимание. Ведь польза, которую в будущем, а кто знает, принесет и себе, и стране отдельно взятый ее гражданин – главная награда каждому, кто позволил этому случиться. Дмитрий Байрович, Андрей Иваненко, телекомпания СТВ.